Очередной привет! Сейчас покажу интересный проект на базе очередной Волжанки 46-й. Тысячный, наверное, в нашей компании, но на самом деле есть на что поглянуть, как все компонуется, в общем-то, что делается, как делается. Рекомендую! Короче, поехали! На этот раз он с Honda BF60 и здесь видны определенные уже места установки всяких разных наших интересных решений. Во-первых, трап сдвинули, поставили ручку для того, чтобы можно было более комфортно заползать на таком трапике с воды в эту прекрасную алюминиевую лодку. По левой руке разместился датчик Point-1 антенна магнитная. Ну, понятно, тут параллельно по прицепу пойдем. Такие классные новые подножки от компании Practic Pro. В общем, шпок, откинули и зашли. Стоит, кстати, недорого, но функционал хороший. В идеале, конечно, вставить еще специальные подпорки на крылья этого прицепа. Ну, понятно, что на данном прицепе уже установлена система гидравлического слепования. Опять же, компания Practic Pro. Ну, пошли внутрь в лодку. Итак, что здесь есть? Ну, во-первых, есть такие прикольные подстаканники, которые сделали со стороны задних пассажиров. Вот именно. Это у нас гидрофор палубный душ с отдельным своим выключателем. Можно оботкнуть его аккуратненько в шланг и помыть палубу. Датчик Panoptics пока лежит без дела. Консоль, батарея и клавиш, подсветки такие-сякие. Дальше мы с вами видим музыкальную установку от компании JBL, фирменный прибор от компании Honda. Давайте подойдем чуть-чуть поближе. Ну, вот как раз здесь видна еще и кнопочка носовой лебедки Stronger. В ногах установлена премиальная музыкальная система компании JBL. Итак, по правой руке фирменный прибор Honda. Кнопка горна. Клесок покажем спереди, пока не работает, у нас все выключено. Это доступ к магнитоле флешка плюс AUX. Ну и сама по себе магнитола. Разъем прикуривателя, все, в общем-то, аккуратненько. Elite FS9, пульт дистанционного управления, межконсольный ящик, зарядки всевозможные. Самое главное, начали делать еще рундуки, заморачиваться. Вот теперь смотрите, как у нас практически ничего не видно, никаких шовчиков, ничего, все аккуратненько, крышечки. Осталось сделать петельки и прекраснейшие три рундука будут на этой лодке укладывать вещи. Размыкатель массы, кстати, отдельной песни про размыкатель массы. Реле плюс размыкатель массы, опять же, аккуратненько, компания Blue Sea установили на этой лодке. Ну и для того, чтобы такая красота не была спрятана, все это аккуратненько вывели, опять же, все это, в общем-то, видно, нарядно и аккуратно. Здесь у нас лежит шланг от гидрофора, плюс рундук остался у нас более или менее свободным. Ну что еще? Мы еще поменяли покрытие на переднюю палубу. Да, Honda, кстати, мы подключили специальным коннектором, специальной гофрой, очень нарядно, очень классно. Кстати, смотрю, пусты для кранцев. Ну и переднюю палубу тоже застелили в моридек. Она здесь пошла алюминиевая, полностью все переделали и сделали моридек. Существом того, что здесь еще и аэратор, все очень получилось классно. Сливные решетки, огоньки, подсветки американские отец. Ну и, конечно же, Hurricane, это горн в таком нормальном хромированном стиле. Ну и, конечно, венчает все это. Что? Носовая фара. Компания Балпро. Вот так вот, на рам кронштейне, мощным, нарядным рам кронштейне. И может она крутиться в абсолютно разные места, поворачиваться. А рядом примостилась у нас лебедка с стронжер, с роульсом. Очень аккуратненько, круто, нарядно. У нас стоит здесь головок специальный, в который выкладывается трос хорошо. Уточки. Ну вот так вот. В общем-то, очередная навороченная Волженка 46. Еще повторюсь, гидролючическая система подъема и слепования PracticPro. Ну, такие дела. Классно.